То есть вот состояние, ваше состояние в плане физического полнота, водоплата, можно представить таким образом. Вот представьте, так, опять тот же школьный бассейн, вот сюда втекает, вот отсюда втекает. И вот этот уровень воды, это ваша идеальная фигура, например, вот, просто прекрасно, да, вот такая фигура. Можно сравнить, чтобы вы понимали, вот именно физику, физиологию, почему кто-то худеет, кто-то полнеет, причем в разных местах. А вопрос, вернее, ответ очень простой. Вот можно сравнить с этим бассейном. Если воды поступает ровно столько, сколько уходит, все нормально, да? Уровень остается в норме. Если поступает воды больше, уровень растет. То есть, если, значит, поступает то же самое, но уходит, значит, больше или меньше, ну, соответственно, падает или растет. Вот, ну, примерно по такому же принципу можно говорить о фигуре. То есть, человек полный, это говорит о том, что он не может, условно говоря, бассейн переполниться. Это значит, такой человек хочет получать больше, то есть, чтобы побольше, да, воды. Опять-таки, сейчас, может быть, кто-то расстроится, обидится, скажет, да нет, ну что вы, это меня не касается. Я объясню. Поэтому не надо сразу отвергать и тем самым сказать, нет, вот моя фигура, это мой, как говорится, крест. Ну, если у кого есть какая-то проблема. Итак, вот исходя из этого, значит, такой человек хочет получать больше, и он получает, и фигура его, как говорится, растет. Либо он не хочет отдавать. Тот же самый эффект, правильно? Если мы здесь будем отдавать мало, значит, будет наполняться. То есть, примерно, вот, чтобы вы понимали и уже знали. А дальше вы должны анализировать, что вы не хотите получать, что вы не хотите отдавать. Дальше вы просто-напросто можете, опять-таки, я еще раз ссылаюсь на эту книжку, вы почитаете, там детально все расписано. Ну, в двух словах, допустим. Что вы, допустим, не хотите отдавать? Вы не хотите отдавать, то есть расстаться со своей злобой, да? Вот человек, который копит в себе злобу, он фактически выбирает ее и полнеет. Ну, как один из вариантов, да? То есть, человек, который не хочет что-то там, не хочет что-то получать. Ну, это может быть и материальные ценности, это может быть и что-то другое, и духовные ценности, понимаете? То есть, та же самая причина полноты священников, да? Вот они хотели бы больше, значит, получить этих духовных знаний и так далее. То есть, чрезмерное желание. То есть, понятно, что это нормально, но когда человек уже, как говорится, пытается получить, как говорится, сверх того, что... Ну, чтобы казаться нормальным, что ли. Я сейчас не буду в детали говорить, потому что я не хочу это много, много, долго говорить. Значит, что еще, если коротко сказать, то первое, значит, полнота от злобы, то есть человек держит в себе злобу по умению. Как правило, это не значит, что человек злой, потому что, к сожалению, иногда, вот я говорю, вот как сегодня, там, на примере этого отчета, раз, два, три, все равно человек как-то обижается, говорит, да я не злой, да меня все добрые считают, а почему я лоховная? Да я не злой, вот как раз-таки потому, что вы добрая, а всю злой в себе, вот все вот эти обиды, злой спрятали в себе. Печаль. То же самое, мы с вами говорили, печаль, в частности, это приводит к задержке воды в организме, это тоже полнота, но уже другого плана. Вначале отечная, и дальше, значит, она переходит просто уже в жир. То есть желание быть, там, хорошим, нежелание отказаться, там, от своего, то есть нежелание что-то свое отдать. Если бы так говорили, что злобные, это худые люди всегда. Не надо. Нет, злобные худые, это совершенно верно. Правильно. Все логично. Потому что они все это врублескивают, о них, куда, извините, сделать. А как же это полнота злобы? Еще раз говорю, потому что это добрые люди, они в себе эту злобу держат. Поэтому говорят, полные люди, как правило, добрые. Согласен? Считается. Я помню, даже когда я поступал в институт, в политех, я пошел, там, тетенька полная, и вот я понимал, что я поеду, она добрая, точно. А потому что всю свою вот эту злость, весь свой гнев, она в себе держит. Вот это важно понять. То есть не путайте злоев в натуре, худой, да, и, может быть, стройный. Вопрос в том, что тогда вы скажете, так что же, надо сейчас, значит, все... Ну, с одной стороны, да, пожалуйста, не держите в себе злобу, да, вот если надо, там, послали, сказали, но вопрос в том, а что после этого последует? То есть если вы высказали весь свой, ну, всю свою злость кому-то в чей-то адрес, ну, а что дальше? Вы получите в ответ еще больше, и пойдет вот такая, как говорится, флоп-понг, да, или как пинг-понг, и вы получите еще хуже. То есть получается, одни в некоторых методиках, ну, психологи говорят, освобождайте свою злобу, не держите, скажите, да, это хорошо, конечно, но какие последствия? Если это можно, кого-то послать где-то, и на этом закончили. Ну, ради бога, да? Или там в деревне муж с женой, там жена за мужем побегала, или муж с женой там с вилами помахал, и все, а вечером чай пил. То есть высказали все, то есть если вот такая злоба. Ну, вот я думаю, что разобрались, да, что это, что такое, почему именно худые именно правильно высказали? Ну, я не хочу сказать про всех худых злых, но тем не менее это вот одна из причин, то, что они все, как говорится, высказывали. Ну, я говорю, от желания, допустим, накопительства впрок, то же самое. Организм тоже желает накопливать впрок, и вот это вот начинает копить, копить. Много таких нюансов, поэтому здесь вот надо, еще раз я говорю, надо рассматривать желание накопить какие-то даже духовные знания, я говорю, вот, казалось бы, все это так вот, значит. Один из выходов, и послугу. Ну, один из выходов, да. Да, значит, поэтому, опять-таки, фитнес, ну, спортзал, занятие спортом, это тоже действительно выход. И мы когда проходили тему злобы, в частности, я вам говорил, что, значит, пот, то есть баня, физическая нагрузка, она выводит эту злобу, поэтому все бизнесмены ходят в фитнес, там, и с диким воплем, значит, качают, там, все эти штанги и все. Ну, вот, я всю жизнь была страшно худая, ходила в спортзал, чтобы накопить, чтобы прибавить вес. Ну, правильно, что. А теперь я хожу туда, чтобы сбавить, и ничего не сбавляется. Ну, потому что, главное, так вот, как раз вы подтверждаете, что причина-то в чем, что есть вот здесь причина, главное, то есть есть люди, спортсмены, он бедный качается, там, бегает и ходит, вот такой, да, мощный, ну, в смысле, именно погнули, не то, что физически, мышцы, а именно погнули. Хотя он занимается, а другой, он ничего не занимается, ест все подряд и ходит, стройный и КГЦ. Значит, голову лечить надо, да? Ну, это если в шестом занятии вы поняли, что надо лечить голову. Ну, давайте сразу лечить начнем. Так ведь мы с этого и начали, что проблемы все в голове, да, мы с этого начали, поэтому, ну, вот я говорю, что надо говорить, 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 вот, ну, и хорошо даже хотя бы, что вот сейчас кто-то понимает, но я и шутяю, и серьезно, что вы еще раз поняли, что причины вот здесь всегда, вот здесь вот. Скажите, а духовно вы говорите, что значит, не развиваться или... Нет, нет, развиваться, пожалуйста, но когда вы хотите быть лучше всех, заметнее всех, вот такая вся духовная, значит, да, вот, вот тогда вы набираете вот эту... Ну, сейчас я не буду в тонкостях разбирать, причем полнота бывает, ну, разного. Ну, я давайте приведу пример. Ну, еще некоторые моменты, просто, может быть, кто-то узнает себя, если это есть такая проблема. Допустим, человек беспокоится за себя, за свою жизнь, за свою судьбу, то есть он хочет быть большим, чтобы защитить себя, и он действительно становится большим, подсознателен. Я помню даже по себе, я рос в поселке, окна внизу, то есть, в общем-то, дома оставаться страшно, когда родителей нет вечером, я как петух ходил, хотел быть большим, казаться. Ну, я думаю, что это у каждого такое желание, когда у маленьких, особенно, детей. То есть человек, если боится, он боится за себя, за судьбу близких, и он начинает полнеть, чтобы быть здоровым, два примера. Новые русские, 90-е годы, это ребята-колобки, вот, ну, если помните, вот, как правило, все-таки, вот, такие грибыши, очень круглые, не то, что они там... Но они были дают вот такими же? Не скажите, нет, нет. Вот именно вылезли. А сейчас, посмотрите, бизнесмены, да? Вот наши, да, вот, олигархи, там все, ребята. То есть, тогда был криминал, просто страшный человек занимается бизнесом, кооперативы, и его могли убить, и семью, и так далее. То есть, вот это, это было очень видно. Женщина набирает вес, она рожает ребенка, она хочет быть большой, подсознательно, естественно. Никто не хочет сказать, что, не скажет, что я хочу быть большой и полной. Нет, конечно, но подсознательно. Желание быть сильным требует соли. Ну, и тут, естественно, тянет на солененькое. Ну, здесь физиология связана, там, с ростом, с костями, с кальцием, там, но все-таки вот были еще причины, вот это то, что желание быть сильным. Теперь, что еще? Ну, вот я уже повторю еще раз, накопительство про запас, то есть, желание, чтобы все было побольше, да, и тело, соответственно, накапливает, чтобы все было побольше людей. Еще один момент, это внутренняя беспомощность. То есть, ну, это может быть и с семьей, или одинокий человек, или женщина, тем более. И вот это, чтобы скрыть свою внутреннюю беспомощность, подсознательно, она хочет быть внешне сильной, ну, то есть, большой. И она начинает действительно набирать вес или пол. Теперь, ну, вот про разговоры я уже сказал. Человек хочет казаться добрым. От страха, что его не будут ценить, любить и так далее, причина та же самая, страх, что меня не любят, и он набирает в результате вес. Поэтому, когда мы освобождаем и свой страх, что меня не любят, и все остальное, мы фактически нормализуем вес. Что с одной стороны, что с другой стороны. Ну, и вот, как пример еще, у кого что, где, допустим, вот энергия силы воли, она проходит по спине. То есть, когда проявляется сила воли, то, в общем-то, это влияет на спину, и, соответственно, возникают проблемы. И вот жировая ткань на спине, она вырастает, если человек пытается навязать свою волю другим. Ну, вы знаете, у кого-то спина, у кого-то вот плечи растут, у кого-то зад, у кого-то живот, причем живот у кого-то внизу, у кого-то вверху. Тут все это вы можете найти, почитать, это все в том числе на третьем диске. Например, ну, еще вот такие вещи. Например, грудь и живот. То есть, это вот как зона настоящего. Это, значит, человек, его позиция, его вот, ну, как бы, кредо жизненное, что он считает, что без него никто ничего не может сделать. То есть, он должен быть сильно, вот свой хребет, как говорится, вот эту основу держать большой, поэтому вот у него здесь, как говорится, вырастает вот в этом месте. Что нужно делать? Освобождать вот эти свои страхи, желания, мнения, что вот без меня никто не справится. То есть, человек, начальник или тот, он за всех все пытается сказать, ты делай это, 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 потому что считает, что никто без его пожеланий, рекомендаций не справится. Например, вот ТАСС, да, у кого-то начинает раздаваться, да, в сторону. Та же ситуация. Если, вот вспомните, я, опять-таки, вспоминаю себя в свои, так говорится, детские годы, когда прибегаешь в кинотеатр, лавки, и чтобы занять место побольше, да, садишься, ага, сел, все сели, чтобы вот здесь было побольше, да, чтобы, ну, там друзья придут, чтобы потом сесть. То есть, желание занять вот это место, я сяду, все, и все, как говорится. И вот это вот, ну, это, опять-таки, место какое? Место вот с этим супругом, да, или с мужчиной, место на работе, и так далее, и так далее. То есть, здесь более глубокий смысл. Не то, что место в театре или где-то, а именно в жизни. Так, ну, и вот много таких нюансов. Ну, с этим совсем мы работаем. Опять-таки, это связано, причина, страх, что меня не любят. Поэтому человек пытается, чтобы, вот, занять это место, там, на той же работе, в жизни. Поэтому мы уже работали, поэтому если вы освободили, ну, причину, ну, в какой-то степени, то, естественно, дальше уже, вот те упражнения, которые мы будем делать, оно, конечно, получится получше. Если человек худой, да, значит, опять-таки, вернемся вот к этому, Василий, да? Значит, если уровень понижается, это говорит о том, что такой человек хочет меньше получать. То есть, его позиция в жизни какая? Да мне много и не надо. Знаете, есть такая категория, да, в общем-то, я обойдусь в мало. То есть, ну, в результате, ну, сейчас не буду говорить, что это, и планы материальных, или духовные ценности по работе, или что-то, но смысл в том, что его организм, его кишечник реагирует точно так же, да? То есть, он не усваивает, то есть, он ест много, а его кишечник говорит, да мне много и не надо. То есть, он берет только часть калорий, а все остальное, как говорится, рожняком, да, то есть, выводится. И в результате он ест много, вроде бы все, но не выбирает вес. И, опять-таки, человек худеет. Почему? Потому что он хочет отдать побольше. То есть, у него желание тогда все отдавать. Вопрос, что он отдает? Вот вашу злость как раз. Ну, не вашу, я не люблю, пример вашей злости. Худой человек, если что-то, он послал все, и ходит стройный худенький. Ну, последствия, к сожалению, как я уже говорил, могут быть не очень хорошие, если ты будешь вот так вся-ка-вся посылать. Поэтому здесь нужно взвесить. Послать или не послать, да?